Всем привет! В этом видео я хочу поделиться своим опытом и отзывом о кредитных юристах. Очень много в сети сейчас разной информации, но я хочу высказать сугубо свое личное мнение на этот счет и рассказать о своем опыте. Сейчас у огромной части населения долги в банках, и, как правило, берешь один, потом тебя затягивает, ты берешь еще. Тебе кажется сначала, что это легкие деньги, ты их начинаешь тратить, через некоторое время приходится платить по счетам, и ты понимаешь, что ты попался. Многие не могут выплатить кредит, который взяли в этом банке, берут другой, чтобы закрыть тот, и так делала, в общем, и я раньше. В итоге, по причине своей глупости, неопытности, из-за постоянного перекредитования, у нас с мужем оказались кредиты в семи разных банках. Девять кредитов. Со временем поменялось многое в жизни, а когда ты кредит берешь, ты об этом не думаешь. Платить стало нечем, ну, вернее, на какие-то банки хватало, а на какие-то нет. Я осталась без работы, муж остался тоже. Когда пошли просрочки, мы с мужем поняли, что все аут, деньги взять неоткуда. Как говорится, пожилая хорошенько, а выход найдется. И, в общем, начали нам попадаться объявления всякие разные. Освободим от выплат, спишем долги, обанкротим. Начали обращаться в эти компании. Туда приходишь, тебе говорят, совсем ничего платить не нужно будет, заплати нам 100 тысяч, и все. Или плати нам вместо банков, оно само рассосется. Когда начала копаться в интернете, искать отзывы, причем муж сразу сказал, давай обратимся в эту компанию, но я-то люблю все перепроверять 10 раз, поняли, что наткнулись мы на левой конторе, которых сейчас пруд-прудим, как в интернете, так и просто в офлайн, который пытается заказать подчестных кредитных юристов и тем самым портит жизнь последним. Портит репутацию и работу. Я на ютубе нашла разговор одного очень интересного человека, а потом попала еще на его трехдневный, я подчеркну, бесплатный мастер-класс, как не бояться банков. Вряд ли вы еще найдете какую-то такую информацию, такого типа, которую вам донесут бесплатно. Мы с мужем полной решимости обратились в компанию Алиан, Кузнецову Дмитрию за помощью. Прошли курс по выходу из долгов, набрались благодаря ему смелости, решительности, даже сами начали записывать разговоры с банком и пару разговоров отправили на ютуб. Научились уверенно с банками говорить. В общем, многому мы научились у этого человека, очень благодарны его работе, работе его компании Алиан. Единственное, о чем жалеем, что не встретились с ним раньше, уже давно бы решили свои проблемы с банками. А все проблемы, они от незнаний, как мы поняли. Банки, когда понимают, что говорят с человеком сподкованным, поверьте, у меня сейчас столько знаний по поводу кредитов, что можно хоть самой становиться кредитным юристом. Когда банки понимают, что говорят не с простофили, не с боякой каким-нибудь, а с уверенным в своих словах человеком, они начинают потихоньку сливаться, ну, либо предлагают очень выгодные предложения. Так что прекратите бояться в первую очередь. Сейчас несколько банков мне предложили очень комфортный такой платеж, я не стала дожидаться судов, не стала через судебных приставов решать данный вопрос. Мне предложили очень комфортный платеж, и я на него согласилась. Без процентов, с заморозкой всей суммы долга, все официально, все на бумагах. И я все так вот плачу сейчас потихонечку. Хочу в данном видео обратиться к тем гражданам, которые до сих пор несут последние крохи в банк, как это я делала раньше, как это делал мой муж. Я не говорю о том, что не платите ни в коем случае, забросьте это дело. Просто обратитесь в компанию Алиам, в которую обратилась и я когда-то с мужем. Сходите на лекции, которые проводит Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, поизучайте его работу. У него очень много полезных роликов на ютубе, идите смело к нему за помощью. Я ни на мих вообще не пожалела о том, что обратилась к нему. И я так благодарна вам, Дмитрия Евгеньевича, за то, что вы делаете для людей. То, что... Мне даже не передать словами свою благодарность. Даже хочется на день рождения сделать вам какой-нибудь приятный подарок от всей души. Очень хочется с вами лично встретиться, пожать вам руку, сказать вам, насколько мы благодарны вам за совсем другую жизнь, которая у нас сейчас стала. Огромное спасибо вам. И пусть у вас все будет в жизни хорошо. И, ну, понимаете, завистники, неудачники, враги, они нас окружают повсюду. Пусть они пройдут вас стороной. Спасибо вам за вашу работу еще раз. Спасибо.